Продолжаем выпуск. Врачи утверждают, проблема бесплодия очень актуальна в наше время. Теперь вместо многолетних дорогостоящих курсов лечения можно воспользоваться услугами суррогатной мамы. За два с половиной года в Караганде родилось четыре ребенка. У 27-летней Елены уже есть двое детей. Когда первый ребенок пошел в школу, в семье возникли материальные трудности. Тогда мать-одиночка решилась на такой ответственный шаг. В клинике Елене все объяснили. Она прошла соответствующую медицинскую комиссию. Через пару недель ее выбрали в качестве суррогатной матери. Ну, приходили, приносили продукты, оплачивалась, все за мной наблюдались, врачи наблюдали. И пара приходила, смотрела, общаюсь, естественно, с ними. После родов она поняла, что ее интересует не только материальный доход. Она была счастлива за пару, у которой появился ребенок. Благодаря Елене и другим суррогатным мамам, у пар, которые по каким-то причинам не могут иметь детей, появляется возможность пополнить свою семью. Елена поняла, что ничего плохого и постыдного в этом нет. На вопрос, трудно ли расставаться с ребенком, женщина ответила, не задумываясь. Трудно расставаться с ребенком? Нет. Ребенка же, когда рожаешь, ребенка же не дают. Я родила и все, я не видела ребенка. Потом по заключению договора получила свою оплату и все. Суррогатное материнство в Казахстане официально узаконено. Стоимость такой услуги от 10 до 30 тысяч долларов, плюс ежемесячные выплаты в период беременности. В Караганде это еще не так распространено, но все-таки мамы должны соблюдать конкретные правила. Между семейной парой и суррогатной матерью заключается договор. Она должна быть в возрасте от 20 до 35 лет, иметь своего ребенка и пройти медицинское обследование. Для клиники и семейной пары не имеет значения, замужем она или нет. Но если замужем, нужно согласие супруга. В суррогатном материнстве участвуют три человека, в отличие от обычной семейной пары. Это прежде всего генетический отец, который дает сперму, генетическая мать, которая дает свои клетки. И третий это генетическая мать, и третий это суррогатная мать, которая будет вынашивать ребенка. Это генетическая пара. В каких случаях используют суррогатную маму? Есть разные причины, когда прибегают к суррогатной маме. Первое – это аномалии развития матки, в женщине отсутствие органа матки. Это может случиться при оперативных вмешательствах, например, при диагнозе таком, как миома матки или кровотечение, которое случается в родах. За два с половиной года работы в Карагандинской клинике родились четыре ребенка. Более 20 семейных пар нуждаются в суррогатных мамах. В картотеке их всего восемь. Клиника всегда ждет желающих стать суррогатными мамами. Лариса Хусейнова, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский.